Привет зрители. Дальнейка на камеру не снимала. На самом деле как бы недавно, но вот как-то так. Короче, у меня вот с Вайтберри две вот таких штуки. И внезапно была такая скидка на масло. Сначала оно стоило по 99, потом часа через два я так заглянула, смотри, оно уже 77. Но можно было купить только там на определенную сумму, не менее чем на какую-то сумму. То бишь по-любому две штуки по 77 рублей. Но я купила. У меня масло виноградное практически закончилось. То, которое я потом обозрю в пустых баночках. Еды съесть или выкинуть из пятерки. И мне подружка сказала, что та самая фирма она пятерковая. На самом деле, внезапно. Но оно такое, как так себе. Вот то масло из пятерки, которое где-то 160 рублей за 250 миллилитров. Тут получается 77 рублей за 250 миллилитров. В чём прикол? Так как я тут прибитая событиями всякими последних дней, можно сказать, своими личными, нашими там личными делами, ну, событиями от одного моего хобби, то я как бы немножко рассеянно. Меня не допетрило, что сейчас, допустим, сегодня, вот сегодня, кстати, у моей мамы на день рождения. 9 декабря. В общем, 9 декабря у нас сегодня 20-го года. А масло до 18 февраля 21-го года. Ну, буквально за 2 месяца, учитывая, что я довольно как бы часто использую жидкое масло. Как бы жидкое масло у меня там осталось. Немножко масло, которое вот льняное, салатики заправлять. Ну, или там картошечку варёную, ещё что-то. А вот то, на котором жарить, у меня там есть сало, масло топлёное козье, козье масло, просто сливочное козье, нетоплёное. Недавно мне как бы так подфоркировало бонусом за покупку молочки козлиной. Ну, в смысле, творожка козьего, там молочка козьего. И есть ещё кокосовое масло, но вот оно именно такое плотное, ему надо топить. А вот иногда надо именно жидкое такое там, в какую-нибудь выпечку, в какую-нибудь еду, салат там заправить какой-нибудь, пожарить или ещё что-то. И вот, ну, позарез набло какое-то жидкое масло, я ещё думала купить чего-нибудь такое, думала, что я хотела до этого как-то купить, ещё что-то. И внезапно так раз на Вальберс захожу, после того, как забрала какой-то очередной заказ, который ещё даже не смонтировала, но записала. И, кстати, форма из того заказов, она вполне себе мне подошла, забегая вперёд. Вот прикол, если сначала этот ролик смонтировал, а потом ту форму, тот с формой. Увидела это масло и решила заказать, дам учёбы и нет. У меня как раз подруга в гостях была, ей, пожалуйста, то масло, оно куда-нибудь там уйдёт, оно даже по цвету какое-то не совсем виноградное, да и по вкусу. И вот я увидела тут масло, я его как бы за 200 чем-то видела, эти 250 мл, ещё за сколько-то на Азоне, я вообще не знаю, сколько оно сейчас стоит. У нас тут виноградное масло торговой марки Фаркони. Так, состав масла из семян винограда, рафинированное, подходит для салатов, маринадов, соусов, жарки и выпечки. Кстати, я сегодня в первой жизни замариновала мясо, оно ещё полтора дня будет стоять. Как бы это пришло в отдельных коробочках? Ну, одну коробочку у меня выпросил котик, он так страдал, он так лез в этот пакетик. И на днях обнаружилось, что у котика что-то проблема с ушками. Ну, это какая-то чесоточный клещик или ушной клещ, или что-то в этом роде, или чесотка кошачья. Что-то в этом такое. Он мне с такой попался, когда я только его от предыдущих хозяев забирала. Ну, от тех, которые держали кошку, которая его родила. Ещё по объявлению в октябре, 16 октября 2016 года, ещё на механке. Ну, и, короче, я тогда его лечила какими-то капельками. Но капельки – это такой геморр, и ему неприятно, и мне неудобно. А тут мне в одной ветклинике посоветовали мачку за 507 рублей. Я эту мачку всобачила ему. Гладить его сколько-то там часов нельзя было. Он сначала обиделся, потом ходил, страдал, потом уже припёрся и вот его гладь. Ну, и я так поняла, что эта мачка за 507 рублей ему очень даже быстро помогла в течение суток. Короче, суть такая, что он у меня тут страдал. Ему надо было пакетик. Он увидел этот пакетик. А там коробочки. И та коробочку, которую он до этого драл, он что-то её уже забраковал. Видать, всё, что ему было удобно отодрать, он отодрал. Тут, значит, масло было, вот каждое масло вот в такой коробочке. Я вскрывала на месте. Значит, сейчас при вас завскрываю. Надо было, наверное, взять какие-нибудь ложники, что ли. Вот такая коробочка, если вот её, допустим, вот здесь вот вскрыть ещё, то она уже будет неполноценная коробочка. Ну, я считаю, что хорошо так запечатано было. Что у нас придёт на переработку? Слушай, зритель, я сегодня видела в солнечном, как машина зелёненькая с четырьмя вариантами переработки мусора забирала в зелёненьких... Два зелёненьких человек, ну, в смысле работники в зелёненьких курточках или костюмчиках, уж не помню. Ой, пардон, забирали зелёные ящички. Там четыре обычно у нас стабильно, тоже так, четыре в цветочном на каждой помойке. Четыре ящичка под просто мусор и один оранжевенький под перерабатываемый. А у меня знакомые родственники спрашивали как-то, ну, типа, ты сама вообще видела, чтобы оно забирали вот именно в разные моменты. И тут я специально так встала на дороге и в упор своим очкастым взором периодически оглядывалась, шла и вставала. Ну, по большей части вставала и пырилась. Думаю, так вот, заберут они оранжевые или нет. Но они реально забрали только вот, брали зелёненькую штучку, высыпали её, ставили на место, ну, и вот так ещё три штуки. Так что у нас реально в области, наверное, в области забирают мусор в разные контейнеры, разные контейнеры, разные машины. То бишь, я не зря сортирую мусор. Так вот, вот это пойдёт мусор на переработку. Тут у нас, ну, сейчас оно вот так выглядит. На самом деле, оно было в пакетике. Один пакетик я ножницами слегка прорезала, чтобы достать. Мне казалось, что он так запакован, что не достанется. А потом второй-то, когда я открыла коробочку, поняла, что это просто пакетик. Короче, вот внутри коробочки, так немножко болталось там, был вот такой пупырчатый пакетик. Я однажды запишу АСМР с пупырками. У меня где-то лежит. Не все пупырки я использовала, когда духи девчонкам посылала. Две посылки у меня только было. Я сейчас, кстати, пользуюсь в третий день так усиленно. Как его там звать? Ферре Роуз. Роуз? Чё-то там, чё-то там Ферре Роуз от Лены из Девпатории. У неё там бложек есть небольшой. Она про парфюмы снимает и про уроки английского. Для детей, наверное. И, в общем, по-моему, он, по её словам, пах ванилькой. Вот для меня он пахнет как Эйвен Лав и как Эйвен Фэм. Но в Эйвен Лав она немножко пахла ванилькой. Вот для меня ещё чем-то. И вот Эйвен Лав я её уже отослала, потому что как-то... Но она у меня давно не пользовалась. В общем, она ушла в добрые руки. Надеюсь, человек пользуется ей с удовольствием. И, в общем, как бы... Я тут лопаю. Вы любите вот это лопать? Ещё бывают такие растения с белыми шариками, такими ягодками. Хлоп-хлоп у нас в цветочном. Когда я была мелкая, с сестрой мы часто шастали и хлопали. Но сейчас, в принципе, они здесь и пор растут. Я как-то была на одном свидании в Москве. И чувак такой великого возраста, он, оказывается, тоже любил лопать ногами эти штучки. Ну, цветочки, которые вот по хлопанию напоминают вот эти шарики. Короче говоря, про что я говорила-то? Ну, в общем, эти духи совсем не пахнут ванилькой. И вот то, что есть общая нотка в Эйвен Фэна и в Эйвен Лав, вот оно как-то и в этих духах отразляется. Вот второе, короче, второе. Второе масло. Оба масла... Вот прикол. Вроде как одинаковые, но это более матовая, скажем так. Это более бледная фиолетовая, это более яркая фиолетовая. Это более сиреневая фиолетовая, а вот это более фиолетовая фиолетовая. Короче, они оба с 18 февраля 2019 года и оба до 18 февраля 2021 года. Тут они по 250 мл. Ну, если я какой-то из них не успею делать, допустим. А у меня, по-моему, по виноградному маслу никто, кроме меня, не страдает. То я пущу одно, допустим, ну, руки. Помазать. О, слушай, зритель, я только сейчас поняла, как это открыть. Вот тут, видишь, такая золотинка. Сейчас я при тебе это открою. Наверное. А вот оно. Потяни за веревочку, и будет тебе счастье. Либо не будет счастья. Не будет, что ли, на мне счастье-то? Видимо, не будет. Слушай, как все сурово-то, зритель. Как вообще это открывают. Короче, не повезло этой баночке. Я не смогла ее осилить именно так, как надо. А может, именно так и надо. Я ее открыла по-лёлькински. Я вообще, то еще создание. Фер... А, вот. Фарк Йони. Почему, интересно, считается Фарк Йони, если тут Ф-А-Р-Ц-Х-И-О-Н-И. И оно, оказывается, производится с 1780-го года, эта марка. Говорит, как бы, похрути, говорит она. Мне. Стрелочками. Тут довольно такая большая дырочка, зритель. Вот крышечка такая. И дырочка. Что нюхаю, все равно, как бы, не понимаю, как оно пахнет. Я туто-масса, которая, вот, у меня была тоже итальянская. Первая, которая в начале года покупала. Не помню, как оно пахло. Я его даже не нюхала. Но, я читала в отзывах, что там такие выемки под пальцы на бутылках удобно держать. Я только сейчас увидела эти выемки пальцами. В принципе, действительно удобно держать. Наверное. Дырочка тут поменьше, чем в том, в чего-то там, которое вот у меня было. Оно уже было, по-моему, в обзоре в этих пустых баночках еды под названием растительные масла. Вот глянь, зритель, эти растительные масла. Там очень большая такая дырочка. Единственный минус этих чего-то там, это именно вот в упаковках большая такая дырочка. Что на арахисовом масле, что на виноградном. Здесь вот вполне себе небольшая такая дырочка. Ну, поменьше, по крайней мере, дырочка. Не знаю, как она будет в удобстве. В той виноградной массе, которая от пятёрки, вот это Виляш Глобал, Глобал Виляш, как её там. Там удобство было в наливалке этой. Удобно действительно наливать. Ну, масло, мне кажется, бодяженное, нисколько виноградное. Кстати, зрители, если ты Глобал Виляш масло виноградное пробовал, пользовал, дай знать в комменты, как тебе твое мнение. Ну, или как у тебя мнение вот от этого. В принципе, как бы я могла бы это кому-нибудь приложить, типа, близким родственникам, хотите вот это масло. Но такое ощущение, что у меня только я такой вращенец в этом плане. В общем, вот, зрители, у меня такой обзор. С 77 до 77, 154 рубля за вот эти пол-литра масла, которое через два месяца с хвостиком помрёт. Масло будет уже несъедобное, но можно будет использовать его, допустим, в косметологии какое-то время. И да, кстати, я вот смотрю, вот это масло два года живёт. Другое масло тоже два года жило, которое раньше покупала. А у меня есть масло нерафинированное, подсолнечное, и оно как бы год живёт, на нём написано. Но я про него забыла, я увидела, что оно уже померло, ну, где-то спустя, там, может, пару недель после его заявленной смерти масляной. Зритель, может, ты знаешь, может, эти нерафинированные, недезидорированные, неочищенные подсолнечные масла можно как-то дольше хранить? Потому что, допустим, нерафинированное льняное у меня тоже два года живёт, там у него написано по датам. Вот как-то я первый раз с таким сталкиваюсь, может, просто раньше не замечала этого, не загонялась. У меня просто там почти литр этого масла, так что почти не израсходовалось. Я вот думаю, можно его в пищу, или лучше только руки удобрять, ноги там, или ещё что-то. В общем, спасибо тебе зрительству, это я селил до конца. Пока! Не забудь поставить палец кверху.